От маленькой артели к фабрике, которую теперь знают и за пределами Чувашии. Фирма художественных промыслов Паха Терри отметила 95-летний юбилей. А сегодня утром ее директор Наталья Пасынкина получила звание заслуженного работника промышленности Чувашии. На празднование юбилея фирмы пригласили ветеранов производства и гостей из других регионов. В начале 20-х годов, когда в Поволжье был страшный голод, жители деревень Чебоксарского района собрались в артель, чтобы выжить. Называлась она «Кустарь-художник». Делали там токарные изделия, мочальные рогожи, а женщины вышивали узоры на полотенцах, салфетках, одежде. Так началась история фирмы Паха Терри. Своё нынешнее название она обрела в 1929 году. Со временем маленькое производство разрослось до большой фабрики с филиалами в пяти районах Чувашии. Много продукции уходило на экспорт. В юбилейный год выставка Чувашии, творцы и хранители, организованная фирмой, побывала в семи российских регионах. Наш коллектив сегодня достойно представляет нашу фабрику, нашу Чувашскую вышку, Россию, за пределами Чувашии. И побывав в этом году во многих городах и районах республики России, мы всегда и везде встречали восторг, удивление. В Тюмени выставка гостила месяц. В регионе проживают более 25 тысяч Чуваший, в столице области – 5 тысяч. Им было интересно посмотреть на исконную национальную вышивку, для кого-то эти узоры и орнаменты стали открытием. Люди, которые приходили, оставляли отзывы о Чувашской вышивке. Всем очень понравилось. Даже некоторые народы захотели после нас провести подобные выставки. Открыли для себя богатый мир чувашских узоров и жители Аксубаевского района Татарстана. Они отметили необычность и оригинальность вышивки. Каждая часть вышивки, она означает и несет свой характер. Так ведь, допустим, у незамужних, это как я уже сам мне рассказывали, у незамужних, допустим, вышивка была другая, у замужних тоже совершенно другая. И одежда отличалась. Сохранить именно такое дело и его развивать, это, я считаю, на сегодняшний день очень дорогого стоит. Сегодня в работе фабрики успешно удается сочетать и сохранение традиций, и использование современных технологий. 95 лет, говорят, здесь – это начало нового этапа работы. Я лично чувствую, что нужно дальше развивать, дальше сохранять. И потому что 95 лет, я уже сказала, это время подведения итогов. Это не только время подведения итогов, но и нужно ставить задачи на будущее. И уже, наверное, нужно выходить куда-то и на другой, более высокий уровень. Мы будем стараться. В первую очередь здесь хотят возродить былую славу легендарной фабрики, когда творчеством мастериц восхищались не только в Советском Союзе, но и в разных уголках мира. Раз уж получилось тогда, то и сейчас удастся, уверены сотрудники. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести, Чуваше. Как развивалась фабрика? Что пришлось пережить ее работникам в голодные времена и в тяжелые 40-е годы? Какие знаменитости побывали на производстве? Утром 27 декабря на канале «Россия-1» фильм «Вековые узоры по Хотели» в краю 100 тысяч вышивок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова